Научился из любой последовательности различных чисел выбирать самую длинную возрастающую подпоследовательность и заодно самую длинную убывающую подпоследовательность. Один, четыре, девять, три, пять, семь, девять. Нельзя девять. А, нельзя. Девять уже было. Два, два, восемь, шесть. Шесть и мой. Семь. Так, по-моему, у нас действительно все десять. Ребята, а теперь очень простая штука. Я буду те же самые числа. На самом деле я мог бы их сразу записывать, но тогда удовольствие было уменьшить. Следите за руками. Я пишу число эти. После этого число четыре больше, чем один. Значит, я пишу его здесь. Число девять больше, чем четыре. Я пишу его здесь. Что происходит с тройкой? Тройку писать уже нельзя. Последовательность уже будет неправильная, да? Надо, чтобы она возрастала. Значит, я тройку пишу куда? Внизу. 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 После этого пятерка. Я ее не могу написать сюда. А сюда она будет? Семерка. Могу двойка. Сюда не могу, сюда не могу. Значит, начинаю об новую строчку. Восьмерку. Сюда не могу. А сюда могу. Идея понятна? Шестерка. А шестерка? Самую нижнюю. Сюда не могу, сюда не могу. Сюда могу. А ноль? Самую нижнюю. Ноль. Сюда не могу, сюда не могу. Сюда не могу. Сюда могу. Хорошо. Теперь давайте поймем, что у нас по собственной реальности. У нас здесь возрастающая последовательность. Здесь возрастающая, здесь возрастающая. Поэтому, ребята, если у меня есть mn плюс одно число, и если в какой-то строке возникло m плюс одно число, то все, уже есть возрастающая последовательность из m плюс одного числа. Если же ни в какой строчке нет m плюс одного числа, то каждая строчка не больше, чем из m чисел. А значит, что много и меньше, чем n плюс один. Потому что в n два m числа укладывается только m, а у нас их больше. Теперь вопрос. А если у нас есть по высоте, в этом столбце, в крайнем, у нас n плюс одно число, скажите, пожалуйста, в таком случае есть у нас убывающая последовательность или нет? Должна быть. Да, должна быть. Где она? Там последняя. Последняя. Конечно. Давайте посмотрим на последнюю число. Что значит, что мы не могли написать по строку сюда? Что значит, что мы не могли шестерку написать сюда? Она меньше. Она была меньше. А почему мы ноль сюда написали? Вот эти последние числа образуют как раз убывающую последовательность. Идею поняли? Да. Замечательный сюжет. Он является началом очень большой серии задач про такого типа таблицы.